Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» Масштабировать и популяризировать проект «Производительность труда» Активнее внедрять бережливые технологии в банковский сектор, соцсферу и торговлю, логистику, транспорт и даже туризм С такой идеей выступили производственники на онлайн-форуме «Новые возможности, новые решения» Предложение органически вписывается в задачу, которую поставил в прошлом году губернатор в своем инвестпослании по созданию и развитию эффективного региона Одним из первых в нацпроект «Производительность труда» вошел Тавр Выбрали пилотный участок, им стал цех по производству сосисок Проанализировали весь процесс от поступления сырья до отгрузки на склад готовой продукции Нашли и устранили проблемные места Перераспределили обязанности сотрудников Организовали рабочие зоны Внедрили новые стандарты операций Работа стала более эффективной за счет того, чтобы установили информационную доску с показателями для персонала Сделали краткие инструкции для проведения работ на упаковочных линиях Увеличили скорость протекания потока на упаковочных линиях В итоге время упаковки продукции сократилось на 37% Еще одна новация – адресное хранение В производственном помещении высвободили почти треть площади Организовали место для этикеток Казалось бы, несложные преобразования позволили снизить время операции больше, чем на треть А длительность процесса ускорить на 63% Грамотная организация рабочих мест по системе 5С позволяет работникам оперативнее выполнять свои производственные задачи Анализ работы цеха провели специалисты федерального и регионального центра компетенций Некая готовая технология под ключ И, соответственно, и внедрять проще, и, получается, ошибок не совершаешь, и внедряешь только хорошие практики Эффект достигается, ну, во-первых, за счет того, что снижаются лишние перемещения персонала Упрощается сам процесс Люди, для них он становится прозрачным Люди понимают, что и как, какие сроки нужно делать Задача – за три года повысить производительность труда на треть И цель эта вполне достижима К сентябрю бережливые технологии освоят работники еще двух цехов Внедрение и поддержание культуры бережливого производства – большой и долгий путь для предприятия Многое зависит от желания каждого сотрудника работать по-новому И без обучающих программ тут не обойтись Учиться нужно и руководителям предприятий Любой производитель, я думаю, любой управленец на предприятии заинтересован в том, чтобы предприятие работало максимально эффективно Те сотрудники, которые там находятся, работали с максимальной отдачей Конечно, это нужно делать в любое время Для потенциальных новых участников нацпроекта «Производительность труда» будет создано несколько предприятий-образцов Где наглядно продемонстрируют эффект от внедрения бережливых технологий Это цифры, которые, повторюсь, не в интерактивной форме, где-то вычитаны, презентованы Они показаны вживую, на земле, как говорится И вызывают совершенно другое восприятие и доверие Сейчас в нацпроект «Производительность труда» могут войти предприятия с выручкой от 400 миллионов рублей Чтобы расширить число участников, порог вхождения надо снизить вдвое Эти предложения могут быть инициированы регионом для изменения порога в федеральном проекте Но не мешает нам ничего в регионе, в Ростовской области Этот в рамках региональной составляющей, за счет средств регионального бюджета Этот проект реализовать как наш региональный проект Всего же на форуме прозвучало больше двух десятков предложений Все идеи помогут стать Ростовской области регионным лидером, уверен губернатор Вот этой нашей большой командой нужно на самом деле двигаться мощно в реализации темы, о которой мы сегодня говорим Результат и есть уже и точно недалеко Просто терять время нельзя, возможности упускать не стоит Впереди период восстановления, оживления экономики и бизнеса Все предложенные идеи будут систематизированы, а дальнейшая работа по их интеграции в программы развития региона будет идти под контролем губернатора Слишком длинный путь деталей от одного участка к другому Беспорядок на рабочем месте и даже отсутствие искры в глазах рабочих Все это факторы, снижающие эффективность работы На заводе по выпуску холодильных и обогревательных установок Террафрига От таких недостатков решили избавиться С ноября перешли на бережливое производство Тиражировать необходимо и лучшие примеры применения цифровых... Маленькой революцией называет гендиректор произошедшие на заводе изменения Время сборки холодильной установки сократилось вдвое с 90 до 45 минут 45 минут, которые мы выиграли, это живые деньги Что-то досталось мастеру, специалисту, тому, кто собирает Почему? Потому что стал более высококвалифицированный труд Больше знаний и так далее и тому подобное А для предприятия экономия, то есть нам не требуется увеличивать сезон Товар-то сезонный, не требуется дополнительный персонал привлекать На рабочем месте у каждого сотрудника чистота и порядок Полезной площади стало больше, лишних действий меньше Пилотный участок на терра-фриго – производство холодильно-обогревательных установок Станки поставили ближе друг к другу и производственная линия сократилась с 15 до полутора километров И этот участок был построен фактически на голом месте, с нуля С использованием совершенно нового оборудования, которое было сделано силами предприятия И этот участок стал работать по той методологии, по той организации производства, которая была предложена Фактически на участке на этом была построена поточная производственная система Все сделано так, чтобы человеку было легко, понятно и комфортно На базе завода планируется создать предприятие-образец для популяризации инструментов бережливого производства Губернатор идею одобрил На форуме онлайн-форум он поддержал идею создания таких предприятий И Василий Юрьевич сказал о том, что, конечно, такие предприятия должны быть не единственные Их должно быть много Они должны быть, ну, как картинки, в хорошем смысле, такие визитные карточки отраслей или территорий Где можно было учить, повышать квалификацию у партнеров, может быть, даже и у конкурентов Эффект от внедрения инструментов бережливого производства виден сразу Затраты сократились, качество повысилось Есть вещи, которые сложно оцифровать А это холодильник, который должен проходить три года без гарантийных обращений Без гарантийных обращений это необходимо повышать уровень качества Для понимания мы только за последний год повысили срок гарантии с двух лет до трех лет Без дополнительных затрат предприятие может увеличивать объемы производства Полученный опыт планируется внедрить на других производственных участках за два с половиной года На бережливое производство вскоре планирует перейти и ростовский производитель мясных полуфабрикатов Для нас очень важна оптимизация на сегодня Потому что основной критической точкой производства является время Поскольку это охлажденка, это продукция с питью, от трех до пяти дней срокогодности Для нас время является критичным Поэтому если мы с помощью проекта найдем возможность Ну вот я даже не надеюсь, что так сократим, как здесь на предприятии Но существенно сократим время, мы выиграем в качестве продукции Снижение порога вхождения в нацпроект значительно расширит число бережливых предприятий Например, компания Пластфактор, производитель модульных напольных покрытий Не смогла войти в федеральный нацпроект по этому показателю Но сделает это в ближайшее время, чтобы, как и Террафрига, наращивать производительность Я пытался уже внедрять это У меня работала консалтинговая компания Правда, это было очень давно, и это было достаточно невнятно И проект закончился ничем вообще То есть мы получили пакет документов, но никаких изменений в компании не было вообще Здесь я вижу, что изменения были Изменения были такие внутренние, коренные Потому что втянут весь персонал этой компании, не только руководители Компания изменилась полностью Планируется, что областной проект производительность труда Начнет собирать свою команду предприятий уже в июле Анализ рабочих процессов будут проводить эксперты регионального центра компетенций Есть огромное количество предприятий, которые хотят войти в проект, проявляют инициативу Поэтому такие предприятия с выручкой от 200 до 400 миллионов В количестве четырех штук Войдут в нацпроект И адресная поддержка таких предприятий будет финансироваться из средств регионального бюджета Стать участником нацпроекта «Производительность труда» предприятие может совершенно бесплатно К тому же инструменты бережливого производства универсальны и могут применяться на любом предприятии Тиражировать необходимо и лучшие примеры применения цифровых технологий Об этом также говорили участники онлайн-форума Эксперты представили губернатору несколько инициатив по развитию цифровой экономики региона В том числе речь шла и о развитии IT-кластеров в Таганроге, потенциальной кремниевой долине Дона В каждой из шести точек кипения своя тема Производительность труда, цифровая экономика, промышленность, малое и среднее предпринимательство, экспорт, IT-услуг и технологий Предложение из Таганрога создать полноценный кластер поддержки IT-компаний Это нам повысит количество специалистов, занятых в IT-индустрии Причем это может произойти увеличение за несколько лет в разы Проект рассчитан на 3-5 лет Губернатор идею поддерживает и сразу дает поручение правительству активизировать эту работу И уже в июле организовать встречу с представителями отрасли Давайте в Таганроге с нашими IT-специалистами, не затягивая, не уходя в долгий ящик, на эту тему поговорим Все, что сказано, подписывайтесь подо всем У нас и потенциал есть, и возможности есть, и, собственно говоря, желания есть Ну и специалисты, которые это могут реализовать Нам с вами только не мешать, а еще лучше помогать, как говорят в этой ситуации В Таганрогской точке кипения обсуждали также и как грамотно провести маркетинг Ростовской области Как цифрового региона номер один в России А в одной из ростовских точек кипения родилась идея Объединить все областные конкурсы цифровых проектов на базе ДГТУ Что обеспечит динамику цифрового развития региона Развитие процессов цифровизации и, в частности, цифровой трансформации Государственного управления, образовательной сферы, промышленности в целом И фактическая трансформация наукоемких процессов, которые сегодня происходят во всех сферах жизни государства Она крайне необходима и фактически является драйвером роста для всех других отраслей экономики страны Для поддержки проектов на Дону проводится целый ряд цифровых конкурсов, хакатонов, проектных сессий и вебинаров При этом воплощение только одной из инициатив губернатора регионального конкурса «Ростов на Дону. Цифровые лидеры» уже позволило привлечь значительную часть представителей отрасли В последний год, пожалуй, в Ростовской области очень много мероприятий было проведено с целью цифровой трансформации С целью определения необходимых объемов и пути, и конечной цели вот этой цифровой трансформации И вот сейчас, как подведение неких итогов, это мероприятие должно в итоге ставить некую дорожную карту По которой будем уже идти и бизнес, и государство, и научное сообщество Экспертов губернатор поддержал и призвал скорее приступить к реализации задуманного На сегодня это все. До встречи на нашем канале и удачи в делах!